АПЛОДИСМЕНТЫ 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 В СОЧИ И, конечно, знаменитой Олимпиадой в Сочи, где он, в котором принимал участие, делая открытие. Этим он известен, на этом полюбился нашей публике. российской, но и лично с ним, с Даниэлем я познакомился не так давно, это был 15-й год, на форуме, в культурном форуме в Петербурге, который происходил в ДТР. Там был такой горячий спор по поводу места и предназначения современного театра в современном мире. Очень многие говорили о том, что театр должен будоражить, взрывать, провоцировать, ну и много других таких подобных, совпадающих мнений, ощущений у художников, многие, которые там выступали. Потом выступил Даниэль и рассказал историю одну, которую, может быть, прошу его повторить, если сам не точно воспроизведу. Где-то 20 лет назад он делал проект, он об этом рассказывал его попросили сделать проект в Африке для детей, которые потеряли своих родителей во время войны, во время одной из таких многочисленных локальных африканских воинов. И какая-то была ответственность сделать спектакль для таких детей. И тогда, и он поехал туда, он лучше меня, это же сказать, естественно. И это спектакль, там было много детей, и спектакль должен был их реанимировать, вылечить, попытаться вылечить. И вот эта цель, которую ставит перед собой Даниэль в своем искусстве, для меня оказалось чрезвычайно важным. Терапевтическое цель театра, который лечит, который помогает людям прибириться со страданием. Это очень ясное, определенное и внятное цельпологание. Мне показалось, что в разных формах и способах высказывания, но так, значит, художники, которые сейчас работают в БДТ и режиссеры-художники, они придерживаются похожей позиции. И я очень хотел, чтобы Даниэль и поставил в нашем театре, но вот мы начинаем пока от такого знакомства в виде гастролей.